Здравствуйте, Майкл говорит. У голливудских сценаристов есть привычка изображать страны Восточной Европы и Средней Азии в неприглядном виде. И по качеству жизни, и по государственному управлению. Бесправные граждане и режимы самодуров. Иногда это даже раздражает, и думаешь, ну дураки какие-то. А потом ситуация меняется, и ты думаешь, а откуда они знали-то вообще? Есть такой коммерчески успешный фильм под названием «Телохранитель киллера». Очень бодрый комедийный боевик. В общем, там главный герой в исполнении Райана Рейнольдса, будучи телохранителем, должен был доставить в ГААГУ, в Международный уголовный суд, героя Сэмюэля Джексона, который, будучи киллером, должен был дать свидетельские показания против одного диктатора в исполнении Гарри Олдмана. Диктатор обвинялся в преступлениях против человечности в том, что самолично и с помощью служивых опричников безжалостно убивал граждан своей страны. В бытность президентом. И знаете, президентом какой страны диктатор был по сценарию? Да, президентом Белоруссии. Правда, в российском прокате страну изменили, она стала Боснией-Герцеговиной. Тогда это показалось сильным преувеличением. Ну, конечно, Лукашенко, авторитарный правитель, изображает из себя колхозного простачка, держит страну в крепких хозяйственных лапах, гоняет показушным образом директоров предприятий, возится на огороде с картохой и морковкой, брешет что-то громогласное и веселое. Но все-таки он не тот африканский дикарь-людоед, каким его показали в фильме «Телохранитель киллера». Тем более, что кино снималось уже после того, как подписывались Минские соглашения. И Лукашенко в своем президентском дворце принимал с улыбками Ангелу Меркель, дарил ей букетик. Франсуа Алланда принимал и выглядел таким радушным и миролюбивым хозяином, полноправным и признанным лидером европейской страны. Чуть ли не самолично им драники готовил. Ну что стоило создателям кино, казалось бы, выдумать какую-нибудь несуществующую страну? Какую-нибудь Заковию, как в «Мстителях». Перегнули вы палку, ребята. Тогда так казалось. Но теперь хочу сказать, хоть они этого и не услышат. Ребята, создатели кино «Телохранитель киллера», простите, вы были абсолютно правы и показали Лукашенко в его истинном свете. Это африканский дикарь-людоед, просто живет чуть северней. Это безжалостный шизоид, чьи опричники избивают, пытают, убивают и доводят до самоубийства своих граждан. Мужчин, женщин, мальчишек, девчонок, ему все равно. Это фактически государственный террорист, который захватывает международные рейсы под угрозой истребителей и несет разноплановую ахинею после. Это преступное, мерзкое существо, которое ни перед чем не остановится ради сохранения власти. Добродушной физии уже давно нет, есть клыкастая рожа. И хочется, чтобы его судьба и дальше соответствовала сценарию фильма «Телохранитель киллера». Чтобы по полной программе Лукашенко оказался в международном суде в ГААГе. Не подведите провидции.